Наступила самая волнительная для школьников и их родителей пора. Совсем скоро начнется новый учебный год. 1 сентября с нетерпением и трепетом ждут особенно первоклассники. Каждая мама хочет, чтобы ее ребенок в этот день был красивым и счастливым. Но, к сожалению, в нашей стране есть немало семей, которые не имеют возможности обеспечить своих детей даже самыми необходимыми школьными принадлежностями. В помощь таким семьям и направлена акция, которую организует благотворительная общественная организация «Кераз». Ежегодно 1 августа мы запускаем акцию по сбору средств на приобретение школьных принадлежностей детям. Что очень нас радует, это то, что люди откликаются. Конечно, сразу всю сумму собрать не получается, и мы идем на такой небольшой риск, делаем предварительный заказ, потому что нам нужно еще его привезти. Но чем ближе время получения заказа, тем больше мы понимаем, что мы соберем все-таки всю необходимую сумму. Помимо того, что можно помочь финансово, мы всегда принимаем саму канцелярию. И у нас все эти годы в магазинах канцелярских принадлежностей были установлены коробки, куда люди могли покупать и жертвовать необходимо. Также к нам люди и в офис приносили все, что они считали нужным. Дарить добро всегда важно и приятно. Для семьи Яны Гамгия, которая учится в Ощемчирском лице и интернате, оказываемой «Керазом» помощь бесценна. У Яны есть маленькая сестра и старший брат, ученик шестого класса. Дети с нетерпением ждали своей очереди. Улыбаясь, девочка отметила, что работники благотворительного фонда и все причастные к акции стали им родными людьми, которые никогда не остаются в стороне. Я школа хотела с таком. А школа с рыбкой циевет. Она хотела детрадку разрешать. А ручка, карандашка, альбомка. Здесь два с таком, лобка с таком. В этом году мы ориентировались на списки прошлого года. В прошлом году мы охватили свыше тысячи детей. То есть мы можем прогнозировать, что где-то тысячу детей в этом году мы сможем обеспечить всем необходимым. Помимо того, что это дети, семьи, которые стоят у нас на учете, именно в нашей организации, мы также помогаем семьям, которые стоят на учете социальной службы, каких-то других фондов. Бывают такие ситуации, когда люди оказались в непростой жизненной ситуации и обратились к нам за помощью. Таким мы тоже не отказываем, поскольку благодаря неравнодушию людей и благодаря тому, что мы смогли собрать необходимую сумму, необходимое, мы имеем возможность оказывать помощь тем, кому она нужна сегодня. Хочу поблагодарить от лица всей нашей организации и от лица всех наших детей, каждого человека, который оказал нам поддержку. Для нас никогда не бывает маленькой помощи. Любая сумма, которая была перечислена в нашу организацию, это вот все то, что мы сегодня видим, все это благодаря тем людям, которые не прошли мимо. В зависимости от того, в какой класс идет ребенок, ему выдается разный набор канцелярских принадлежностей. Дневники, тетради, картонная бумага, цветная бумага, краски, ручки, карандаши. Всего было закуплено товара на 650 тысяч рублей. Сария Кварцхеля, Асида Малия, Константин Парулова, Абхазское телевидение.